В естественных условиях они были. А с черными рогами это не морал, это прям северный олень, да? Северный олень. Они у него почему черные? Они пока еще махматенькие. Это не всегда так после весны. Ближе к осени они роговевают. То есть они... Вот эта вот шкурка пушистенькая, да. Пушистенькая шкурка, она спадает и получается... Здесь разных возрастов. Здесь у них мама. И потом есть у них дети каждого года. Вот тот малыш, это вот рожденный недавно. Это вот у нас папа. А ягеря получаются в теплице? Нет, в теплице мы в лес ходим. И там собираем мох, который похож на ягер, который был в составе по своему. Что-то больше, чем ягер. Конечно же, ягеря... Не заменят, но, по крайней мере, ближе. По крайней мере, ближе. А вы знаете, что у оленя каждый год добавляется веточка? Это по годам. То есть к следующему году у него на одну веточку становится больше. Ну вот это годовало, значит, да? Ну вот у этих еще пока не выросли, у них будут еще веточка. Вот это, по-моему... Видите, у него наклевывается, да? Это уже два годика. А этот, по-моему, прошлого года. А там мама. А этот вот уже этого года. Это папа. Ему сколько получается? Четыре года? Ему... Нет, ему побольше. У него тоже еще одна веточка пока не вылезла. Он не четыре. Ему, по-моему, уже пять. Вот, наверное, пятый тоже. Да. Я думаю, вот он сейчас пошел... Ну да, да. Пять лет. Потому что, если вот посчитать, да? Они же тоже не сразу могут потомство иметь. Они должны подрасти. Вот. И вот они у нас все выросли. И мы боялись, конечно, очень потерять малыша. Он был такой слабенький. И вот еще я сюда приехала две недели назад. Мы ходили их выращивали, вскармливали. И вот жена хозяина, Татьяна Борисовна, она настолько переживает за каждого животного. Я говорю, Татьяна, ты, говорю, как своих детей. Свои детки подрожили. А вы знаете еще, как бывает. К нам как животные попадают. Мы же специально не разводим зоопарк. Земля слухами полнится, да? Тем более у нас здесь свои егери. Они стараются от браконьеров, в общем-то, и лес охранять. Браконьеры, допустим, убили лосиху. Остался детеныш. Да. Один лосенок, другой привозят. Возьмите Христа ради. Он все, он погибнет в лесу. И вот мы, Татьяна выращивала двух лосят. Привезли одного, и следом прям другого. От другой матери. Один чуть побольше, другой чуть поменьше. Однополный? Вонятка. Нет, разные. Вонятка и Маша. Как из Бажова. И они, они плачут и плачут. Никак не могли понять. Они постоянно голодные. Как грудной ребенок, да? По первому требованию надо давать грудь. Через каждые два часа. Представьте, то есть эта жизнь вся подстроена только под них. А они-то съедают не вот бутылочку. У нас свое молоко, у нас коровки. Нет, мы сначала их молоком. А его надо подогреть, чтобы тепленькое. А если это ночь, два часа ночи, четыре. И Татьяна взяла их к себе. В кабинет, да. У них там во первом этаже кабинет. Она спала на диване. И два лосенка у нее спали на полу, в ногах. Она им сделала рогожки. Они к ней так привыкли. Они потом стали ревновать ее дочку. Приходит Катюшка. Мама-мама там, да, обняться. Он подходит лбом и прям отталкивает. Ты чего это тут к моей мамке? И они по базе, это такое было зрелище забавно. Они ходят за ней. Как собачонки, да. Наша мама и за ней. Потом они стали побольше. Дома такой топот. И они немножко... Такие лоси. Они улоси. Да, потом они как все подростки угловатые, немножко неуклюжие. Он бежит мимо меня рядом. Он случайно может раз к копытам меня задеть. Он случайно задел, а у меня синяк. Понимаете? И вот стали для них, значит, вольеры, левады. А потом потихоньку-потихоньку расширять. И потом они уже сами... Они сейчас лоси в лесу. Да, эти лоси сейчас в лесу. Пойдемте дальше. К маме не возвращаться. Спасибо. Спасибо.